Добрый день, всем приветствую студию Укралайф ТВ. Это программа Арс Пропозиция. Сегодня у меня в студии Евгений Лин. В руках я держу его книгу и уже сам Евгений представит гостей нашей студии, главных гостей, актеров, редко бывает на Укралайфе актеры, которые снялись в вашем буктрейлере. Вот Женя, расскажите прямо по порядку о книге, о буктрейлере. Я начал ее читать и представьте наших друзей. Здравствуйте. Мы сегодня немножко поговорим о моей первой книге. Она называется «Каллиграф». Это направление литературы. Называется «Проза магического реализма». И хотел бы с удовольствием представить моих друзей, магических актеров. Это Олег Венгер, прекрасный актер кино. И его коллега, тоже прекрасный актер кино, Богдан Требой. И, собственно, книги. У нас тут микрофончик, можно его как-то так двигать, а можно и так. Если меня не слышат, мне страшно. Смотри, Евгений, спасибо. То есть я начал читать книгу, и, конечно, для моей жизни, какой-то киевской, современной, это было такое, конечно, неожиданное впечатление. Потому что мне казалось, что так уже люди как-то не пишут. В том смысле, что это возвращает тебя в хорошем смысле в какое-то состояние первозданного читателя, скорее такого юношеского возраста. То есть какие-то, может быть, фантастические сюжеты из той серии библиотека мировой фантастики. Какие-то, ну, по-настоящему авторы, мы не будем их перечислять всех, но те читанные, там, Маркесы, Борхесы, Картесары, Льосы и прочие, латиноамериканские, которые тоже вроде как модно на них прошла. И тут такой киевлянин со стажем, потому что вторая книга же, мы о ней тоже два слова скажем, она вот у меня здесь тоже лежит. Евгений Ирин написал книгу «Ключ» о Киеве, но они отдельно. Не только написал книгу, но и нашел людей, с которыми он снял серьезный буктрейлер, это так сейчас называется, это, по сути, кино, игровое кино, снято в киевских локациях, так правильно, да? Которое по ссылке можно посмотреть, потому что мы все-таки монетизированы, и вот эта ссылочка, это авторские права ваши соблюдают, она будет в описании нашей программы. Наверное, просто вот, расскажите, Жень, ну, как вы вдруг решили, что надо не просто писать книги еще, а как-то и снимать кино сразу? Откуда все это взялось? Идея, как она рождалась? Как эти люди появились не у нас в студии, а у вас в жизни вообще? Ну, идея буктрейлера, она на самом деле, как все гениальное, всегда спонтанно приходит, то она получилась тоже довольно оригинально, у меня приятельница пиар-агентства, и она сказала, что было бы неплохо, у тебя куча друзей-актеров, у нас своя фотостудия есть на Львовской площади, было бы неплохо, чтобы твои друзья пришли сделать антураж в студии красивый, свечи, там какой-то грот на заднем плане, и, соответственно, люди бы почитали несколько рассказов, выложили в YouTube, и это было бы неплохим пиаром издания. Я пришел, значит, в нашу студию, рассказал захватывающе нашим фотографам об этой идее, они скривили морды и сказали, что, да не, ну, снимать в студии на такую крутейшую книгу, это несерьезно, надо все снимать на натуре. И все после этого понеслось. Сценаристы, режиссеры, камеры, операторы, визажисты. Гонорары. В общем, как всегда в кино, да? Да, и, естественно, ко всему мы подходили очень серьезно, только два месяца искали локацию, потому что направление нам хотелось сделать средневековое, а в Киеве, как мы знаем, из средневекового остался только один Софийский собор. То есть все остальное у нас это, как бы, гораздо поздний период, а средневековых каких-то замков, локаций вообще нету, поэтому нам пришлось избороздить весь город и, в конце концов, в одном из очень красивых, причем мы начали это в конце августа все искать, и в преддверии уже зимы только определились с локацией, это в огромном овраге возле Кирилловской церкви, усыпанном опавшими листьями, очень красивыми. Причем на третий съемочный день внезапно выпал снег, и режиссер в шоке был и бегал с веником, сметал снег со всех близлежащих стволов деревьев, потому что, ну, все дни снега не было, а тут вдруг появился снег, и поэтому, как бы, ну, это, конечно, производство трейлера и вообще кино, это захватывающее зрелище. Ну, а ребята наши, конечно, они, вот Олег Венгер играл в нашем трейлере «Монаха», это настолько завораживающий получился образ, что, ну, мы сейчас ведем переговоры об экранизации романа «Ключ» о Киеве, и я вижу, естественно, только его в роли «Монаха», который является одной из центральных фигур в этом произведении. А с Богданом получилась еще более интересная ситуация, ну, с Олегом мы давно дружим, а с Богданом, я очень много актеров знаю, конечно, и мы не могли найти человека на роли рыцаря, потому что рыцари, 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 это прежде всего люди, люди, во-первых, это, ну, в средние века это считали сверхлюдьми, кроме того, что они всю жизнь учились убивать, они были еще развитые, то есть это была элита, элита, элита войска, то есть, например, когда были крестовые походы, то, значит, отряд из 50 рыцарей мог развеять любое войско, потому что они были профессиональные военные. И, соответственно, когда мне, вот Олега я просил и других моих друзей, когда кастинг-менеджеры стали присылать фотографии актеров на роль монаха, потому что мы ко всему подходили очень серьезно, делали кастинг, то все время присылали какие-то крестьян и качков. И я очень расстроился, потому что этот поток длился целую неделю. И потом одна моя подруга, тоже известная актриса, Юлия Колодюк, сказала, «О, у меня же есть прекрасный человек, это то, что тебе надо». И она только, когда прислала фотографию Богдана, я сказал, «Теперь просто главное, чтобы он согласился». Ну, слава Богу. Богдан, для себя держала, да? Да, 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 да. И, слава Богу, Богдан сразу тоже воодушевился нашей идеей, потому что у нас получилось, и идея была сделать настоящее Средневековье. То есть мы заморочились, мы по всему Киеву собирали атрибуты. На Довженко, на разных студиях собрали одежду. Сашенька сказала, что обязательно надо белую лошадь. Потом сказала, что обязательно надо ворона огромного. И ворон у нас был такого размера, что карлик, который снимался, его очень боялся, потому что… Ворон унес карлика на то время. Вы представляете, такой… Да, мы опасались этого момента, потому что завораживающе все получилось. Кроме этого, специально написана была музыка для этого трейлера. Музыка вообще отдельная там… Михаил Кургаев, известный композитор, который с многими группами работает, озвучивали потом это все. Я писал специально текст для трейлера, который «Голос за кадром», это Олег Венгер озвучивал. И мы делали тоже очень много дублей для того, чтобы полностью передать вот это ощущение, которое автор в него изначально закладывал. То есть это получился микрофильм, и теперь меня все, конечно, трясут как грушу, когда мы будем снимать полный метр на историческую тему. Ну вот, вкратце. Спасибо, Евгений. Просто здорово, что я как-то актером тут… Мы петлички специально прицепили, а говорим по очереди, но ничего. Ну, у вас жило зато получается, вы передаете, что это маятник работает. Ну, правда, вот о дружбе Олег и Евгении как-то, наверное, все же она начинается в каком-то возрасте, когда люди друг друга могут использовать для какого-то роста, ну скажем, внутреннего роста. То есть когда кто-то является ступенью для другого человека, ну и пространство, развитие – это вот мир другого. Ну, я так выражаюсь как бы сумбурно, но мысль ясна. Да, это честно. А в возрасте, в котором вот все мы уже взрослые мужчины, я такой же пристраковатый, такой пожилый, как-то дружба, она получается хуже, скорее, складываются профессиональные отношения. Вот все-таки работая на таким, по сути, короткий метр, да? И что мы вспомнили, там вот в цитате, там есть Маркес, конечно, у Маркеса есть чудесные там 12 рассказов странников, это о жизни эмиграции, там я вот люблю вот такое «Последуй твоей крови на снегу», такое красивое название в духе этого самого реализма вашего магического. Но вообще-то короткие формы – это скорее Борхес и работа, наверное, в кино, на каком-то полнометре, на сериалах, что-то не сказал, да? Это одни отношения. А тут как-то все очень концентрировано, ну и почти как у Борхеса или у Маркеса. Как все-таки переходят отношения профессиональные в дружеские? Вот такой у меня вопрос длинно так его задавал. И с кем вообще вы дружите? Вот я понимаю, что между собой у вас такие отношения вполне дружеские, да? Ну, а в отношениях, там, может быть, Богдана с его девушками, мы говорим, что сегодня не будем, потому что, ну… Потому что ее нет. Вот что такое дружба актерская? Насколько это вещь вообще вероломная какая-то? Вы сейчас говорите о наших отношениях. Внутри коллектива, да, между собой. Ну, вы сказали, как все-таки актерские профессиональные отношения переходят в дружбу, да? И наоборот. И наоборот, потому что у нас было наоборот. Потому как мы изначально знали уже давно друг друга и вместе обсуждали, обсуждали, как же все-таки заявить о том, что есть такие классные рассказы, да, то есть они необычные. Потому что, когда читаешь этот рассказ, ты где-то вот визуально внутри себя перемещаешься в тот сюжет, который автор хочет изложить, да? То есть, как бы каждый человек в своем сознании мыслит по-своему. Вот Женя у нас мыслит по-своему. И он старался это все так визуализировать, чтобы человек, который будет читать эти рассказы, мог перемещаться в тот мир вот этого магического реализма, о котором он пишет свои рассказы. И поэтому, когда мы все это обсуждали, мы говорили, да, действительно, было бы хорошо это все экранизировать для того, чтобы можно было вот этот вот образ рассказа, вот эту вот визуальную форму передать все-таки в картинку. Потому что людям нравится не сколько читать, сколько смотреть. Но здесь должен был быть магический внутренний образ. И когда мы обсуждали, как же все-таки это сделать, Женя видел, что это должен быть монах, который рассказывает о том, что происходило, что он нашел некую там книгу старую. Эта книга магическая, и тот, кто читает эту книгу, он вызывает неких злых духов, потому что даже в процессе чтения этой книги это начинало происходить. И поэтому вот этот вот странник, этот монах, он знал об этой истории, он знал, что ему попала в руки такая книга, и стоит ему эту книгу прочесть, как мир вокруг него менялся. Поэтому даже в одном из сюжетов он бросает эту книгу в огонь для того, чтобы сжечь, для того, чтобы другие люди не соприкоснулись с этим. И в данном случае, когда мы все это уже как бы обсудили, да, вот вы сразу спросили, как ваши там дружеские отношения, да, то есть мы обсудили, мы увидели, что действительно это можно сделать. Но почему Женя мне предложил? То есть понятно, что я актер, да, то есть я как бы профактер, я снимаюсь в кино, в основном кино снимаюсь, там сериалы. И у каждого актера есть свой образ, но есть такое понятие еще отношения к жизни. Вот мое отношение к жизни, оно такое мистическое, то есть оно загадочное, то есть я сам по себе мистик по жизни. Поэтому... А в чем это выражается? В чем это выражается? Это постоянные поиски самого себя, это постоянное раздумывание о том, что собой представляет человеческая мысль, как она влияет на твою жизнь, как влияют на твою жизнь слова, которые ты произносишь, как влияют на твою жизнь люди, которые тебя окружают. То есть вот такая вот мистика. И я по жизни, можно сказать, действительно монах, то есть внутри как бы монах, да, то есть я прежде чем что-то сказать, я все это осознаю то, что я произношу, поэтому стараюсь произносить осознанные слова, знаю, как они... Словно вибрации влияют на мою жизнь. И в данном случае этот образ монаха, он был очень близок ко мне. Почему? Потому что это мой естественный образ. Это действительно мое внутреннее состояние. Ну и сериалы же не дают сыграть такого, да? Кто там вам доверит монаха, сериала? Ну на сериалах разные роли, то есть... Я представляю, что вы там играете в сериалах. Вот буквально вот... В миру. Третьего числа вот этого месяца, да, я буду играть роль миллионера, у которого айтишная своя компания. Тоже неплохая роль, кстати, да? Неплохая роль, да. Хорошая, я люблю такие роли. Из монаха хороший выход. Из монаха хороший выход. Но бывает, приходится играть следователя, то есть это военный, да? Бывает, врача приходится играть. Бывает, приходится играть даже Альфонса, который любит выпивать. Это везде разные роли. Но у каждого человека есть свой образ. То есть мы смотрим на типаж человека, насколько он подходит, этот типаж, насколько подходит голос, потому что голосом тоже можно вести человека в определенное состояние. То есть, допустим, если мы говорим о гипнозе, то разговаривая на одних частотах, как бы монотонных, можно человека подходит. А я сейчас чувствую, что что-то происходит здесь в студии. Что-то происходит, да? Я уже ничего даже не чувствую. Вот вы чувствуете, как пространство изменяется, оно наполняется, да? Я глядя на Богдана, понимаешь, что что-то происходит. Произан не свой. Ну, я вам скажу одну тайну. Он вообще не из мира этого. Да, да, это заметно, кстати. Да, да. Он пришел, прибился, потерялся, но ему здесь понравилось, он здесь остался. Поэтому, вот, кстати, даже относительно монаха, у нас Богдан, можно сказать, да? Ну, то есть, он шоумен, он проводит различные мероприятия, он меня тоже пригласил в один из моментов для того, чтобы я прожил частичку своей жизни в роли монаха. Ну, это получилось. Такого мудреца. Мудреца, да. Мудреца, да, такого настарника. Богдан, так расскажи, а что за шоуменство такое-то, где вы там? Нет, ну, не то, что где-то там или что-то там, какое-то шоуменство. Просто изначально у меня тоже по жизни мое любимое занятие – это управление настроением человеческим. И, в основном, разгоном его в лучшую сторону я люблю дарить радости, люблю людей отвлекать от того, что у них происходит в жизни. Ну, родился я в такой семье, где, в общем-то, музыкальная семья очень активная, очень все веселые. И у меня это с детства получалось, и так хотел я этого, не хотел. Это стала моя профессия. Что за инструменты, что-то ударное? Мысли, слово. У меня семья музыкальная, имеется в виду, что мы делали родители. А, нет, мама – дирижер, тетя – фортепиано, пианино, бабушка – гитара, аккордеон еще, вторая бабушка – аккордеон, тетя – еще аккордеон. Так вас тоже запраторили, да, в эту тему? Ну, стихо-тихо. Нет, я диджей еще, походу, я еще, то есть я стараюсь брать современные проявления. Тот же дирижер, но уже немножко другими управляешь процессами. И ты так слово мне передал, я, может, тоже пару слов. Пару слов скажу, что вообще как-то получилось, тоже все не случайно происходит в жизни, и я верю в причинно-следственные связи. И вот как я попал на съемку этого замечательного трейлера, и очень рад, что вспомнила Юля, и что она, в общем, что вовремя была передана информация. И, в общем-то, мы все где-то, вот есть у нас общая черта, мы мистики, я не знаю, эзотерики, и там, отчасти какие-то, вот, затрагиваем тонкие миры, умеем с ними иметь контакт. Взаимодействовать. Да, да, и как-то продвигать все-таки философию того, что в жизни, помимо того, что ты видишь и слышишь, есть еще много чего, что происходит. И чем больше ты будешь чувствовать, понимать и видеть этого, тем твоя жизнь будет полнее, и, соответственно, больше пользы ты можешь принести этому миру. А принесение пользы, мне кажется, это и есть основная задача каждого из нас. Сотрудничество с миром окружающим. Итак, вы, Богдан, на такой, в общем-то, ну, пафос нормальный, а я вспомнил сразу же клубную тематику, диджеи, вещества и вот эти вот эмиры. Нет, это же, ну, это же, ну, это все связано, нет, это все связано, это все связано, на самом деле это и шутка, и не шутка, да, но все связано. Это дорого уже не получается. И вот так же, как и, во-первых, очень рад, что у меня был вот такой партнер на съемках, как Олег, мы, он, он очень смог правильно ввести в контекст происходящего в этом трейлере. В состоянии. В состоянии, да, потому что даже наш разговор возле огня, и была своя энергетика, и вообще очень место сильное, помимо того, что там Бабий Яр там, здесь Кирилловская церковь, там энергетика очень такая серьезная. Кто не знает, там же еще целая вот больница для душевнобольных, Павловская там есть. И там неподготовленный человек имел бы последствия после съемок таких. Вот сейчас перебиваю, чтобы напомнить, что у нас в конце нашего разговора там описание будет нашей беседы, и там ссылка на ваш трейлер, на буктрейлер, да, поэтому вот и Алексей, и все говорят о том, что там было. Я предлагаю прийти просто сейчас к презентации в шоколадном домике, мы можем немножко показать фотографии, потому что там, наконец-то, будет присутствовать одна из, ну, героинь, одного из рассказов, это невеста. А я, вот, просто, Женя, что это было за история такая? Ну, один из, один из рассказов, называется «Невеста», мой он самый любимый, и когда мы договаривались с руководством шоколадного домика о презентации, то директриса мне сказала, ну, вы не думайте, что вы тут какие-то книги продадите. Тут обычно так бывает, приходят люди, там, выпьют венца, поулыбаются, купят две книжки и уйдут. Ну, мы сделали такой ход конем, пригласили коня, так как невеста у нас в рассказе без головы, поэтому мы взяли модель и просто нарисовали ей такой шрам на шее, как будто у нее ее нет, и одели ей фату. И, соответственно, изначально люди, когда зашли, то они были шокированы этим зрелищем, а рядом еще наш карлик модный стоял с фонарем в руке и подсветку делал. С головой. Да, но самое главное, самое главное и самое интересное была реакция людей, когда мы пригласили актрису Катю Рубашкину, и она прочитала вот этот рассказ «Невеста», рассказ, там буквально три страницы, после этого было шоковое молчание аудитории, и потом все, кто был, покупали книги и себе, и на подарки друзьям, и мне пришлось больше 40 минут раздавать автографы. Ну, там же, наверное, все же читали рассказ, да, и теперь прочитают вот в этой книге, она же, я просто рекламирую упор на ее, не только же на Укралайфе, в продаже, где-то есть данная, она распространяется по всей Украине и по всему миру, я думаю. Там речь о том, что, ну, уже расскажем, что была голова, как вот, опять же, Беляев, голова профессора Дойля, да, а тут такая девушка уже, как бы, она и с телом, то есть, вот мистика где-то. Ну, вы же там были, да? Я, к сожалению, не попал. В клубе, после клуба, наверное, не до того было, нужно было как-то, ну, я немножко снижаю от клуба, зацепил. Торхнуло, да, я же давно не хожу. Я реже клуб хожу, чем на съемки, это самое главное. А диджей, диджей. Да, 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 и то, только диджей, тем не хожу так. Я предлагаю, вот, все-таки, следующая, ну, как бы, такая нота, знаете, есть всегда момент, когда человек в одиночку читает книгу, да, и вот это такой, ну, это путь, вообще-то, там, я дал раз, это путь одиночества, и я сам читал, вот, на ночь, кстати, как когда-то страшную месть Гоголя, и мне сказал Женя, что вот он на Гоголя, так сказать, ориентируется хотя бы в том, что в Риме постоянно сидит, и там вдохновляется, как Николай Васильевич, который прожил там лет 10, да, ну, а Евгений чуть поменьше. И другое дело, когда, вот, вы встречаетесь вместе, там, на презентации, это понятно, на съемках, и я уже спрашивал о дружбе, но какая-то иная коллективность, да, возникает вот то, что там у психологов референтная группа, то, что у мистиков не знаю как, но когда много людей вместе, вот, наверное, скажет сейчас там кто-то об энергетике, вот объясните мне, что все-таки людей сводит вместе сегодня, я не знаю. Секта. Понятно. Наша секта мистическая. В целом, есть такое понятие, как состояние, да, и вот состояние определяет все. Потому что, когда мы смотрим то, что происходит вокруг нас, есть различные люди с различным уровнем финансового достатка, с различным, там, образом мышления, но у каждого есть внутреннее состояние. И вот можно сразу же определить, в каком состоянии находится человек, когда ты в городе видишь кого-то, да, то есть в каком он состоянии идет. И ты понимаешь, что этот человек в этом определенном состоянии, он намагничивает вокруг себя подобных себе, по принципу подобия. И поэтому, когда люди вместе собираются, если их внутреннее состояние позволяет реализовать какой-то проект, да, либо прийти на какую-то презентацию, получить от этого удовольствие, и если есть хоть один человек, который может ввести всех вот в это вот одинаковое состояние резонанса, тогда все люди начинают резонировать. Ну, то есть диссонанс, вы понимаете, да, как бы отталкивание, а резонанс это как бы на одной волне. Все начинают получать удовольствие, и всем хочется делать то, что будет задавать темпоритм, допустим, один из мистиков, который будет находиться. Потому что на самом деле это наша реалия, и наша жизнь точно так же, она управляема нами, да, то есть есть как бы определенные мистики, мы можем там назвать какие-то уровни, да, там даже политические, которые задают темпоритм состояния человека, и человечество развивается в этих вибрациях, человечество развивается в этом темпоритме, который закладывают. Но его можно менять, то есть осознанный человек, он может это менять, он может этим управлять, он может создавать абсолютно другой, иной мир. То, что касается вот актерства, да, то актерка — это не игра. Хороший актер, он умеет находиться в нужном состоянии, он умеет перемещаться в это состояние. Переживания, 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 эмоции, да, то есть как бы выражать эти эмоции, вот как ребенок маленький. Игра сразу видна, игра сразу видна, это фальшь, это фальшь. Фальшь не должно быть в актерстве, то есть если ты хочешь прожить какое-то состояние. Даже очень хорошая игра, даже сумасшедшая игра. Да, это все видно, даже телеграммная игра, но все равно видно, когда это игра или когда это все-таки переживание. Поэтому хороший актер — это тоже хороший мистик, который умеет погрузиться в это состояние, и помимо всего, люди, которые находятся в кадре, партнеры по кадру. И убедители. Их тоже убедить, чтобы они тоже перешли в это состояние, то есть влиять на вот эту атмосферу. Поэтому даже то, что Женя рассказывает относительно презентации книги, это была атмосфера. То есть получилось повлиять на человеческое сознание для того, чтобы они переместились вот в то состояние и в то мышление, которое было для него, как для отра, важным. Потому что любой автор, когда пишет книгу, он хочет, чтобы эта книга была востребована, чтобы эту книгу покупали люди. Чтобы люди, когда читают книгу, были благодарны за это. Мне кажется, первое все-таки стоит не деньги, да, там ее покупали, а первое все-таки, чтобы оценили вот эту вот идею, вот это вот состояние. А деньги всегда следствие. Если деньги ставятся как причина, это, считай, провальный уже проект. Какой-то хороший Олег Пас был Богдану, по-моему, когда сказали, что какой-то один человек, мистик, вот он всем управляет, как раз, ну Богдан ты сказал, что он там любит управлять настроением или как бы даже специально готовится. Конечно, ну вот, это тоже процесс управления. Было такое у вас, что вы когда-то реально чувствовали, что в какой-то обстановке, в каком-то коллективе или там в какой-то группе вы управляете настроением вот публики? Всегда. Я тоже сам. Я всегда, да, где бы я ни появлялся, ну как-то оно у меня само работает, и люди этого ждут от меня. То есть они знают, что я захожу, все, и вот какой-то вот наполняют. Они сами говорят, вот пришли, сегодня только на встречи был по поводу мероприятия новогоднего корпоратива. Зашел, говорят, о, вот такая энергетика зашла, что заходит сначала, да, энергетика, а потом уже заходит, да, 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 а потом заходит. И, но в то же время интересно встречать людей с более сильной энергетикой. Вот это интересно и управлять, но интересно не получится. Евгений, кстати, на съемке, вот Евгений меня ввел в состояние. То есть я был в своем, там, я пытался войти в роль рыцаря, в образ рыцаря, да. Но я более такой светлый нарисовал себе образ, хотя в это время у меня в жизни происходили не совсем такие хорошие события. У меня заболела тетя очень там, и она лежала буквально рядом в девятой больнице, и я после съемки пошел проведать ее. Там у нее нашли онкологию, и, в общем-то, это тоже сыграло мистически, потому что место события в жизни. И вот Женины слова, Богдан, перестань улыбаться, вообще никакого смеха, ты должен быть тем воином, который там выжил уже в таких больших ситуациях, в большом количестве. И, в принципе, ты уже эту жизнь видишь насквозь, тебя уже ничем не удивить. И вот буквально за там 2-3 дубля я вошел в это состояние. Конечно, был еще коньяк. Коньяк, конечно, помощник серьезный. Да, но там он был поздний, поздний октябрь. Да, было холодно, и надо было держаться, а съемки длились. Но тут не в коньяке дело, тут это так больше шутка, а вот именно настрой. Потом работа в кадре и работа, вернее, наблюдение, как работал Олег со стороны, да, как он, он вжился в роль, он не выходил из образа вообще. Вот он ходил, что-то себе шептал, там, книги, там, кричал, сидел. То есть он был постоянно в образе. На покаяние призывал. Да, 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 я же говорю. И люди шли. Это настолько круто и сильно, когда актеры не приходят отрабатывать деньги, как сейчас очень часто это можно встретить, потому что поток идет, а когда люди приходят именно творить. И вот каждый своим таким подходом начинает заводить другого на что-то большее, чем тот готов даже делать, возможно, в силу там своей еще профессионального развития какого-то, да, или там опыта, или чего-то еще. Вот у нас получилось так, что каждый друг друга к чему-то подталкивал, да, через состояние. А в общем мы были единоцелы. И ребята, которые снимали, и ребята, которые, и все, кто на площадке был, все, даже нам мешали там, постоянно нас выводили велосипедисты из себя, из равновесия. Не могли они понять, что существуют процессы, кроме их. Но даже это не сработало, и мы все равно продержались и успели снять все. Да, сейчас Богдан напомнил, я, конечно, вспомнил этот момент, когда Богдан идет, одетый средневековым рыцарем, и улыбается, и из него вот эта энергетика позитивная хлещет. Я к нему подхожу и говорю, Богдан, ты убийца. Для тебя убить человека, это все равно, что как бы просто какую-то ерунду сделать, как бы, и для тебя это не является никакой проблемой, это обыденность. Ты убиваешь людей, это твоя профессия. И у него сразу с лица слез этот весь позитив, и все это потом, как бы, в течение всех съемок, очень, очень так и осталось на лице. И вот в этом, я считаю, большой профессионализм, то, что вот человек моментально вошел в свой образ, и уже там и остался. А с Олегом был тоже интересный момент, когда он молился, молился себе на своей волне, камера в окне руг него один раз проехала, значит, и они выключили. А он еще продолжал, и потом я ему подошел, по плечу похлопал, заканчивая, потому что уже давно они не снимают. Он просто настолько это пошел по этому пути, что захватило его самого даже. И у нас последний кадр даже прекрасный, там, где квадрокоптер взлетает вверх, и поднимается листва, и он сидит, молится на земле. Это просто шикарно получилось. Случайно так получилось, что, так как листьев много мелких было, и квадрокоптер их просто поднял. Ну, не случайность. Пространство как бы реализирует нам внутреннее состояние человека, обратно то, что мы говорим. И поэтому даже вот из моментов, для того, чтобы других людей как бы погрузить в это состояние, то есть я подходил к человеку и говорил, как бы вот в этом балахоне, да, с этим посохом, я подходил к человеку, смотрел ему в лицо и говорил, хочешь ли ты покаяться, сын мой? У тебя сейчас есть ли этого благое время? Стой на колени, и человек становился. Но это было настолько, это был монах, это был не актер, это был настолько сильная личность. Хлопцы из массовки были в шок. Я хочу еще, знаете, кого отметить, извините, вот просто мы, там еще один участник у нас в кадре, я не могу не отметить эту лошадь, потому что... Участница. Ну, участница, да, потому что лошадь тоже с непростой судьбой, у нее тоже есть шрам, как у меня был нарисован, у нее шрам был вот на месте сердца практически. История какая, люди приехали на завод, где забивают лошадей и хотели выбрать жеребца, забрать оттуда просто, выкупить. И то, что показали им, они говорят, нам не подошло по каким-то причинам, но говорят, есть еще одна лошадка, но она уже на столе лежит. То есть они говорят, ну мы хотим посмотреть, ну тут можем пойти, но в принципе это не ваш вариант. И вот когда они зашли, ей уже проткнули, ее уже начали резать, ее прямо со стола сняли, зовут ее Чайка, по-моему, насколько я помню. И эта лошадь настолько доверилась мне, хозяйка сказала, что два человека, которых она воспринимает, это ее хозяин, и вторым оказался я. Мне ее начали оставлять, чтобы я с ней ходил, я с ней ходил, разговаривал. И на самом деле это тоже очень сильно сыграло, потому что она не отвлекала, она не выбивала. А она стала частью этого трейлера, и она чувствовала все, что происходит, ей вообще не надо было ничего рассказывать. И вот этот кадр, который у нас есть, фотография, это мой, наверное, самый любимый кадр с животным, потому что там просто вот абсолютно четко и полно открыто наше состояние и взаимоотношения на тот момент вот с этой участницей. Поэтому я надеюсь, что у Чайки все хорошо, и что она наслаждается жизнью. И в общем-то она очень профессиональный актер оказалась тоже. У меня какая-то тоже невольная аллюзия такая, около театральная, не столько там в сторону Чехова, кого Чайки, в сторону Холстомера, скорее, Толстовского. Но, знаете, я вот хотел, я понимаю так, что, Евгений, конечно, мы для того, чтобы обсудить следующую книгу, вот Ильина, «Ключ», встретимся отдельно, потому что это же нужно прочитать, это о Киеве, пригласим таких вот уже киевоведов каких-то, может, людей, которые за город отвечают, знаешь. А сегодня чудесно, что мы вот так говорим и подошли к тому, что все-таки надо пересмотреть этот буктрейлер, да, и, наконец, я думаю, что там, ну, как-то он соберет уже все-таки год почти, он крутится в эфире, благодаря Укрлайфу, какое-то количество своих фанатов. Здорово, что мы так небанально пришли к лошади, хотя у меня-то был вопрос заготовлен, на который очень трудно было небанально рассуждать, в компании такой мужской, это вот вопрос, ну, уже коротко придется, о том, что вас в жизни вдохновляет, кроме актерства, кроме обсуждения в компании мужской, творчества, там, Евгения Ильина, в конце концов, да, речь, конечно, как там, помните, да простите от меня мужчин, речь пойдет о женщинах, конечно, вот о ваших музах, о ваших, может быть, ну, женах, соратницах, модерях, вот что-то уже начал говорить об этом Богдан, о тете сказал, ну, или о семье своей, может быть, коротко теперь о каких-то вдохновительных лицах ваших, да? Да, коротко меня родили женщины, меня родили и воспитывали женщины, в основном очень сильные женщины, которые, в принципе, и по энергетике, по всему, по жизни очень сильные, и все, они тянули сами, и поэтому для меня женщина вообще является вот основой всего. Я понимаю, что мужчина берет оттуда жизнь, и мужчина всегда будет без женщины несостоявшимся, неполным, потому что это основное звено, основная часть. И можно не иметь свою женщину, что тяжело, но это не запрещает вдохновляться интересными женщинами, которые появляются в жизни, они, слава Богу, появляются, и с каждым днем их все больше и больше, и красотой их, и умом, и душой, ведь женщина — это интуиция, это душа, а это непредсказуемая такая субстанция, чем она и прекрасна для мужчины, потому что мужчина, он аналитик, математик и менеджер, и для него что-то такое, это такой наркотик высшей пробы. Мне просто хочется пожелать большинству мужчин, которые этого не понимают, это понять и насладиться женщиной по-новому. Олег? Ну по-новому я не знаю, о чем ты говоришь в целом. У тебя может быть... Нет, но есть одна, которая по-новому тоже хочет, чтобы за ней все... Лично для меня мир, в котором я существую, он является ценным в понимании того, где я нахожусь, потому что в этом мире есть и женщины, в этом мире есть и люди, которые нас окружают. Но в целом, если женщина умеет вдохновлять своего мужчину, то у него появляется желание творить, действовать, развиваться. И как говорил один из моих компаньонов, с которым я работал, он говорит, все телодвижения, которые мы осуществляем в бизнесе, мы осуществляем во имя женщин. Я в определенный момент не понимал, о чем он говорит. Сейчас я понимаю, о чем он говорит. Но в целом я скажу так, что у меня тоже есть моя жена, которую я очень люблю, есть мама, есть друзья, которые меня окружают. Я стараюсь видеть в каждом человеке, прежде всего, партнера по жизни. Это люди, которые вдохновляют к тому, чтобы жить и творить. Если ты находишься в состоянии внутреннего удовольствия, если люди, которые тебя окружают, умеют вдохновлять, то действительно появляется желание жить. И ты хочешь творить. Ты не закрываешься где-то в одном аспекте просто зарабатывать деньги, либо в каком-то аспекте маленьком самореализации. Потому что актерство — это одна из частей моей жизни. То есть одна маленькая часть. То есть помимо всего у меня есть другие аспекты, которыми я увлечен. Но благодаря женщинам мы имеем возможность жить, потому что у нас у каждого есть своя мама, которая нас родила. И естественно, что мы за это благодарны. Поэтому я скажу так нашим зрителям, которые нас сейчас смотрят, что если у вас есть тот человек, который вас вдохновляет к жизни, будьте за это благодарны. Старайтесь как можно больше вокруг себя создать людей, которые вас вдохновляют в жизни. И знайте, что то, что вы отдаёте миру, вы обратно получите. Поэтому если вы кого-то вдохновляете, вас люди будут вдохновлять. Если вы кого-то любите, вас люди будут любить. Но если вы кого-то презираете, если вы кого-то оскорбляете даже в мыслях, не удивляйтесь тому, что вас будут оскорблять. Не удивляйтесь тому, что вас жизнь будет гнобить. Потому что если вы кого-то гнобите, ты получишь не больше, не меньше, только то, что ты отдашь. Нажало, так же и пришло. Поэтому мы для Жени дали возможность, чтобы он получил то, что ему необходимо, самореализовался. Мы принесли часть своего жизненного времени, потому что самое ценное, что у нас есть, это жизненное время. Мы инвестировали в то, чтобы эту книгу как можно больше людей количество узнало. Мы инвестировали это в то, чтобы люди смотрели и тоже вдохновлялись и получали удовольствие. Кого-то это будет вдохновлять, кто-то будет критиковать. Чему я лично безмерно рад. Это прекрасно, это новая возможность. Евгений завершит этот наш сегодня такой краткий, жаль, лучший разговор остается без продолжения и без завершения. Но мы его продолжим. По поводу того, что вас вдохновляет. Я, конечно, хочу сказать, что то, что происходит в жизни, конечно, никогда не бывает случайным. И даже то, что мы сегодня все попали в эту студию, в такую прекрасную атмосферу и так прекрасно поговорили о магическом реализме, в том числе. И мне очень приятно, что нас пригласили сюда. И я надеюсь, не последний раз, потому что у нас еще есть роман «Ключ», который мы собираемся очень серьезно экранизировать. Полнометражный фильм будет на основании этого. Я сейчас уже пишу продолжение этого романа. И я хочу, единственное, пожелать еще нашим зрителям, чтобы они добрее и лучше просто относились друг к другу. Тоже уже Олег сказал, потому что у нас сейчас разные бывают веяния везде. А вот каждый, если чуть-чуть добрее будет относиться друг к другу, то я думаю, что все от этого только выгадают. Спасибо. И мы сейчас, ну не прощаемся, скажу, Евгений Лин, его друзья, актеры Олег Богдан и, конечно, их кино, по сути, которое можно сейчас прямо, дослушав это интервью, если вы дослушали до конца, перейти по ссылке и посмотреть буктрейлер по книге «Каллиграф». А о книге «Ключ» мы поговорим в следующий раз. И прощаюсь с вами. Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!